Рассмотрение бюджета Чистопольского муниципального района на будущий год стал одним из самых главных вопросов повестки дня, состоявшегося в заседании районного совета. Депутаты с нетерпением ожидали доклад руководителя финансово-бюджетной палаты, ведь никто не мог предположить, как сложившаяся нестабильная экономическая ситуация скажется на бюджете муниципального района. Общий объем доходов составил на 2016 год 1,171,359,000 рублей. Из них собственные доходы районного бюджета в собирании сплательщиков рассчитаны в сумме 479 миллионов, это 41% от общей суммы доходов. Безвозмездные перечисления, поступающие в бюджет от других уровней, определены Министерством финансово-бюджетной палаты в сумме 692 миллиона рублей, или 59% объем дотационных составляет по регионам. Из общей суммы собственных доходов основная доля принадлежит налогу на доходы детских лиц. Это самый значимый для бюджета доходный источник. Его доля составляет 56,8%, сумма зачисления 399 миллионов. В следующем году изменяется процент зачисления подоходного налога. В бюджеты сельских поселений он будет зачисляться 4%, в текущем году только 2%. От поступления в бюджет города зачисление составит 10%, 11% зачисляется в бюджет района. 54,6% будет перечисляться в бюджет района взамен дотациям. Это будет поступать доля Республики Татарстан. Расчет налога производился исходя из общей численности работающих 22,5 тысяч человек и роста заработной платы к уровню 2015 года на 5,6%. По словам Натальи Кармановой, в этом году представленный проект бюджета имеет отличие от предыдущих лет. К примеру, из-за отсутствия источника финансирования, дополнительные средства на необходимые нужды служб районы выделяться не будут. Однако в случае поступления дополнительных доходов к данному вопросу депутаты вновь вернутся. Так как год стремительно подходит к концу, присутствующие не могли не рассмотреть вопрос, касающийся и прогноза социально-экономического развития района на 2016-2018 годы. Оцениваем ситуацию в целом. Ожидается, что объем окруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по итогам 2015 года составит около 12 миллиардов рублей. За 10 месяцев 2015 года объем окруженных товаров составил около 10 миллиардов рублей, темп роста 21%. Объем промышленного производства составил около 7 миллиардов рублей, темпом роста около 30%. При индексе промышленного производства 105%. В 2016 году рост объема окруженных товаров прогнозируется на уровне 108%. По словам первого заместителя руководителя исполкома, основная доля экономики района занимает промышленность. Лидерами данной отрасли являются фирмы «Бетар», новые технологии, научный центр «Восток», которые ежегодно наращивают объемы своего производства и стабильно увеличивают численность работников. Наряду с действующими предприятиями в прогнозе социально-экономического развития Чистопольского района в 2016 году большие надежды возлагаются и на развитие индустриального парка «Чистополь». По мнению руководства района, от него напрямую будет зависеть объем валового территориального продукта и создание новых рабочих мест. Сегодня на площадке индустриального парка начал строительство резидента «Тартреанстроев». Уже закуплено оборудование и будет создано менее 50 рабочих мест. До конца декабря подписывается соглашение о реализации инвестиционного проекта «Газпром-газомоторное топливо» по производству жиженного газа. На днях состоится завершающая комиссия по внешнеэкономбанке и в начале 2016 года начнет строительство второй очереди «Дель-Рус». Инвесторы, якобы на резиденты, повлекут за собой ряд сопутствующих производств и услуг в развитии матового среднего бизнеса как на территории индустриального парка «Чистополь», так и району в целом.